Коты Кузя, Тима и Бася по своей хозяйке истосковались и сильно. Анна Вострикова в родном доме бывает не часто. Тренируется в столице. Успешно. Впереди у Хортрекиски первая Олимпиада в карьере. Вы знаете, сколько здесь медалей когда-нибудь считали? Хотя бы вот так вот на вскидку. Ну, больше ста. Когда-то считали. Но сбились со счета и у нас они постоянно пополняются. Последние награды до Рыбинска не доехали. Остались в Москве. Но и без них медалей прилично. Место для трофеев именное. Делали на заказ. Рядом с ним родные будут смотреть трансляцию из Пекина. С верой, что на стене появится еще одна награда. Обычно мы кричим. С мамой. Особенно. В эти моменты. Особенно, когда падение. Очень сильно переживаем. Дворец спорта «Полет» для Рыбинска место легендарное. Именно здесь Анна Вострикова начала заниматься хортреком. Тут же первые шаги в беге на коньках по короткой дорожке делала и Елена Серегина. Еще одна участница игр в Пекине. Волнение, которое наверняка у вас присутствует перед любыми стартами дочери, сейчас оно стало больше, наверное, в разы? Да, конечно, волнение стало больше, потому что это совсем другой уровень соревнований. Хотя она вот и на Кубках мира побывала, но здесь совершенно уровень другой. Поэтому, соответственно, переживания больше. И как бы из-за того, что сама дочка переживает, мы тоже переживаем еще больше. Неплохие шансы на медали и у игроков «Локомотива». У канадцев есть галкипер Эдди Паскуали и защитник Брэндон Гормли. А за сборную России сыграет три у железнодорожников. Артем Анисимов наконец-то сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединится к красной машине в ближайшее время. А вот Александр Елесин и Артур Каюмов уже давно в Пекине. В воротах сборной может появиться еще один уроженец Ярославля – Дмитрий Шугаев. Он вратарь Северстали. Артур позвонил с очень непонятным голосом и говорит, ну что, все. Я говорю, что случилось? Я говорю, что с голосом? И он такой радостный, потом говорит, я в составе. Я сама просто была, я верила, конечно, в него, я верила в него всегда, но эти эмоции были на самом деле какими-то просто нереальными. Сборная России по лыжной акробатике полностью состоит из ярославцев. Это Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитина, а также Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова. За играми следят во всем мире. Ярославль не исключение. В хоккее, гонки, лыжные. Шансы есть? Конечно. В общем, зачете, мне кажется, что мы вполне можем попасть в тройку, занять какое-нибудь второе, третье место. В биатлоне, я думаю, что у нас будет, возможно, несколько медалей, из которых золотая. В лыжных гонках я тоже считаю, что парочка золотых медалей будет. Но в хоккее мы все верим, что мы можем взять золото. Нравится мне фигурное катание вообще. Особенно нравится мне, конечно, не Олимпиада. Олимпиада мне нравится, я ничего не говорю. Но танцы на льду. Впереди 16 дней соревнований, 7 видов спорта, 15 дисциплин и 109 комплектов медалей. Часть из них может оказаться в Ярославле. Закрытие игр пройдет 20 февраля. Дмитрий Жданюк, Алена Стыцук, Евгений Бушуев и Денис Ромашов. День в событиях.